Итак, хотел немного обобщить. В прошлом видео мы снимали тест, когда клеили стеклохолст на шпаклевку и на клей ПВА. То есть, к какому выводу мы пришли? К тому, что под воздействием дальнейшего слоя шпаклевки стеклохолст имеет свойство разбухать. И как в случае с шпаклевкой, так же и в случае с ПВА. Просто с ПВА это более крепче держалось, со шпаклевкой прям за один раз весь испытуемый шаблон, то есть, сошел весь этот стеклохолст. Вот, то есть, ПВА покрепче держался. Еще имеет значение, то есть, какого класса ПВА вы покупаете, то есть, чтобы он был более водостойкий. То есть, там тоже много классификаций. Вот, вот этот момент очень важный. Вот, это что касается ПВА. Вот, шпаклевка, она, то есть, на образцах была хуже, как вы сами видели. Кто еще не посмотрел, можете обратить внимание, посмотреть этот тест, который мы делали в предыдущем видео. Вот, еще, на что хотелось обратить внимание. Что не было сказано. Вот уже сейчас я, как говорится, собрался с мыслями, все это взвесил. Правильно было подмечено в комментариях, что нужно грунтовать, грунтовать стеклохолст перед тем, как начинать шпаклевать его. Потому что, грунтовка, она дополнительно дает изоляцию влаги. То есть, понятно, что полностью она не обезопасит, но частично, где-то она подзальет пористую поверхность и будет меньше впитываться. Соответственно, меньше разбухать. То есть, это такой один момент. Второй момент, нужно не проходить толстым слоем. Этот момент мы уже обговаривали. То есть, нужно проходить на сдир. То есть, текстура пористая. Хочется наложить побольше, чтобы меньше потом шпаклевать слоев. Но при этом есть вероятность того, особенно это касается потолка, когда мы шпаклюем. Есть вероятность того, что стеклохолст под своей тяжестью, от того, что мы на него зашпаклюем, когда его шпаклевкой. То есть, он может от тяжести, от влажности отслоиться. Это особенно касается потолочных частей. Стеновые в этом отношении попроще. Вот, хотя тоже это влияет, когда мы толстый слой накладываем. Тоже отслоение. Особенно у нас случаи были по декоративным покрытиям, когда большая текстурная поверхность была сверху. И это все способствовало отслоению стеклохолста. Потолок первостепенно в этом отношении, потому что поверхность идет. То есть, полностью стеклохолст стремится под силой тяготения. Понятно, что может отслоиться. Вот, это второй момент. То есть, нужно каждый слой проходить тонким слоем. Лучше пускай это будет три слоя, чем один жирный. Вот, и каждый слой желательно грунтовать. Вот здесь принципиальный этот момент. Потому что, как я еще раз сказал, мы, во-первых, сам стеклохолст загрунтуем, чтобы меньше он впитывался и отслаивался. Вот, дальше мы каждый слой, если будем грунтовать, мы таким образом будем давать такую возможность, чтобы не впитывалась уже с последующим слоем влага в предыдущий слой. И таким образом стеклохолст, чтобы не отслоился. Вот, это будет правильно. Во-первых, правильно. Во-вторых, как я говорил уже про шпаклевку, когда мы готовим к покраске, то есть, важно каждый слой шлифовать и грунтовать. То есть, таким образом, следующий слой у нас идет более ровный, не мешаются никакие наслоения от шпателя, то есть, никаких неровностей не остается. Вот, хотя многие этим пренебрегают. Но я не советую, я все-таки советую, но не пренебрегать этим. Вот, это второй момент, который еще хотелось подытожить. То есть, нужно проходить тонким слоем. Пускай, еще раз повторюсь, это три будет слоя, но это будет тонкий, и каждый слой нужно грунтовать. Вот, то есть, это все лишний раз обезопасит вас от пузырей, которые возникают благодаря утяжелению стеклохолста и благодаря разбуханию его от влаги. Вот, и часто бывает так, что даже при шпаклевке это не так будет сильно заметно, как после покраски, потому что, когда мы красим, мы... краска, она больше, как бы, дает влаги, особенно если мы не выжидаем времени много. То есть, допустим, прогрунтовали, и сразу начинаем красить первый слой, через какое-то время второй слой, в тот же день. То есть, тогда потолок испытывает большую нагрузку на стеклохолст. И если у вас недостаточно загрунтована поверхность шпаклевки, вот, и если вы, как я говорю, не загрунтовываете каждый слой, то есть, у вас не получает влага достаточного барьера для того, чтобы не разбух стеклохолст. Вот, в таком случае бывали случаи, что образовывались пузыри уже после покраски. То есть, покрасили первый слой, на просвет смотрим, видим такие небольшие в одном месте, во втором месте. Приходится какие-то делать операции, вырезать моменты, где отслоился стеклохолст. Вот, чтобы этого не было, все-таки советую грунтовать. Грунтовать каждый слой. Вот, и шлифовать перед этим. Так, вот такие моменты основные, в принципе, основополагающие вот эти два момента. Вот, все-таки я склоняюсь к стеклохолсту, чтобы клеить его на ПВА, не на шпаклевку, еще по другой причине. Как я уже говорил об этом в предыдущем ролике, то есть, когда мы наносим большую поверхность шпаклевки, мы просто-напросто не всегда можем успеть приклеить, потому что шпаклевка, она схватывается, и стеклохолст мы можем не успеть нанести на поверхность, чтобы он достаточно, ну, чтобы он пристал к шпаклевке. Вот, и самое что главное, что потом мы ничего уже не сможем сделать, потому что шпаклевка схватится, и мы не сможем размягчить этот слой, то есть, мы прижали, вроде бы держится, но на самом деле он недостаточно прицепился, вот. И это будет ясно только уже потом, когда высохнет, когда мы, даже рукой вот так бывает проведешь, и слышно по звуку, то есть, где приклеился один звук, где не приклеился, такой будет как пустотный звук, вот, исходить от стеклохолста, то есть, это говорит о том, что там пустота, что надо будет что-то делать, что-то потом отдельно подклеивать в этом месте. Вот. А на ПВА, еще раз повторю, такого не бывает с ПВА, когда клеим мы на ПВА, потому что там у нас, мы можем пропитывать спокойно стеклохолст, то есть, клей беспрепятственно проходит до основания потолка, то есть, у нас ничего не мешает. Вот. А шпаклевка, она как бы забивает вот эти поры от стеклохолста, и мы не можем, как бы, добиться до основания потолка, потому что шпаклевка уже их забила, эти поры. Вот. А клей, он как бы всегда получается, то есть, мы намочили его, он размок, вот, и на момент, пока мы работаем, то есть, у нас есть возможность исправить какие-то, допустим, где-то подсохшее место, мы спокойно там в том месте наносим клей, и, то есть, не испытываем никаких в этом отношении трудностей. То есть, я считаю, это очень удобно, не надо слишком быстро спешить, то есть, в спокойном режиме мы работаем, наносим клей, и все это делаем. Вот. И еще, вот, я как бы все подытоживаю, все, что было по этой теме, вот в этом ролике, еще в отношении специального клея для стеклохолста. Вот мы, я уже говорил, мы не клеим на такой клей, то есть, мы вот как начали ПВА клеить, вот, в принципе, нас устраивает. Он не отходит, уже проверено временем тоже. Вот, если вот соблюдать вот эти все моменты. По поводу этого клея, то есть, он как бы в составе, в своем, имеет ПВА, но еще там намешаны другие ингредиенты, такие как крахмал, вот, и другие. То есть, я считаю, что если есть возможность, что будет крепче держаться, но при этом дороже, то лучше перестраховаться. То есть, ПВА в этом отношении, это получается чистый клей, а клей для стеклохолста, туда еще намешали крахмал, вот, который, ну, в принципе, вот клей для обычных обоев, он состоит из крахмала. Вот, можете проверить. То есть, что бывает, когда он подсохнет, и вы потом намочите, то есть, такие обои, то есть, они беспрепятственно сходят со стены. То же самое, в принципе, и происходит, и клей для стеклохолста. То есть, от намокания этот крахмал набухает. Набухает, неплохо набухает. То есть, даже дополнительно дает такой повод отслоения. Хотя, это все по технологии, то есть, как бы, это все продвигает, но я считаю, что все-таки ПВА намного крепче держит, чем вот этот клей. Но это моя точка зрения, я не хочу навязывать ее вам. Напишите свою точку зрения по этому поводу, согласны вы со мной или нет. Вот, в принципе, такое небольшое обобщение, чтобы закрыть эту уже тему. Если какие-то вопросы остались, напишите в комментариях, буду рад ответить. На этом все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok